Тверь стала одной из трех федеральных площадок, на которых обсуждались проблемы развития туристической отрасли в стране. Среди основных вопросов кадровый, причем он касается как небольших гостиниц, так и федеральных и даже транснациональных сетей. Кто виноват и что делать, это решали участники стратегической сессии, прошедшей в одном из отелей областного центра. Это уже третье заседание стратегической сессии нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства». Первые два проходили в таких важных для отрасли регионах, как Камчатка и Крым. Верхневолжье, после включения в Большое Золотое Кольцо, теперь тоже входит в число таких субъектов. По всей стране одна из главных проблем – кадровая. Ее и обсуждали участники разговора. Мы должны понять, сколько, какие кадры нужны для достижения целей. И это касается, условно говоря, не только средств размещения, это касается не только работников туристических, туроператорских компаний, туристических агентств, но и всего комплекса, который связан с туризмом. Суть вопроса – в большой нехватке квалифицированных кадров. Одна из причин – большая текучка. В первую очередь это касается линейных сотрудников, администраторов, портье, горничных поваров. Причем претензии носят обоюдный характер. Персонал жалуется на невысокую зарплату и огромное количество обязанностей. Отельеры седают на то, что подчиненные зачастую не готовы выполнять эти обязанности на должном уровне, отмечали участники сессии. Я уверен, что здесь этот диалог получится, что он будет открытым, честным, без обид, будет конструктивным. И мы сможем не просто обсудить проблематику, но и найти решение этих вопросов, как вузы могут подготовить квалифицированные кадры и как вузы могут дать именно того сотрудника, который будет отельером востребован. Верхневолжье – один из тех регионов, где эту проблему пытаются решать на системном уровне. С 2019 года Тверской колледж сервиса и туризма является подведомственным профильным министерством. Благодаря этому заключено уже около сотни договоров с гостиницами и базами отдыха, что дает студентам целый ряд возможностей. Возможность посмотреть на живом примере, что такое работа в отрасли, пощупать ее, прочувствовать. И это уже сейчас дает результат. У нас хороший показатель – более 70% выпускников колледжа трудоустраиваются далее в отрасли и в Тверской области. Кстати, Тверскую область за это и ставили в пример другим субъектам, предложив работать по такой же схеме. Среди прочих идей – внедрение дуального обучения, когда студентов готовят для работы в конкретном отеле. Еще одним выходом при решении проблемы кадрового дефицита могут стать краткосрочные курсы. В первую очередь для официантов горничных и других профессий, когда человека не обязательно готовить годами, но при этом за считанные месяцы можно научить вполне профессионально нести поднос или застилать постель. Продолжение следует...